всем ребят привет как и обещал сегодня продолжение вчерашнего видео едем мы сегодня на огороды да да ребята продолжается коп шикарных находок с огородов сейчас по традиции у пацанов здесь стабильно магазин за местным пивом пиво просто шикарно водитель не пьет у нас конечно и смотрим какие участки перспективные и где да тут добро так что сейчас коротко об этих карт ну чё погнали 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 вот вторая линия я думаю забора нет вот заездки здесь здесь пацаны пошли спрашивать разрешение на первый огород сходить сегодня у него на огороде были тучи монет большой голубурский крест ухты то есть там везде можно за вашим домом все огромное спасибо спасибо найдем покажем у серёги сходу сходу ух да какой сохранщик смотрите деньга тридцать мой год 1 2 3 4 шага до 4 шага от забора и монета зачет думаю перспектива здесь ждет мои поздравления идем а руси все никак не включить прибор вон она вижу 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 смотрите и да да он 2 копейки 24 года хорошая 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 бодренько все рустам тоже размочил пойдем дальше у меня пока с монетами нету так чё у нас тоже онлайн да вы чё задрали блин мне надо сюда тогда перейти так чё это опять деньга что нету копеек николаевского николаевского нет николаевского 1898 год вот на копеечка чё еще там что-то давайте за оператор давай задрали нет ни в коем случае я чё буду бегать за вами что не так дело не пойдет так дело не пойдет на самому копать находок было столько много что вынужден был сюжет разбить на два видео но вчера было ровно половина находок да да ровно половина было много монет даже вашему вниманию был показан кольцевик но сегодня будет другая половина и тоже откопается еще один красавчик огороды подарили урожай выше всех похвал но это не крайнее видео где вы увидите большое количество старинных монет будут выходы где результат будет не меньше сегодняшнего и чтобы не пропустить мои новые выпуски нужно всего-навсего подписаться на мой канал и нажать на колокольчик и ты будешь всегда оповещен о новых выпусках ну а сейчас приятного вам просмотра патина вроде есть но неровная это ее походу еще при жизни лопаты черпканул лоток ну что катя двушка до катина двушка он там серега говорит во двушка всего-навсего ну такая вот душечка классная 1791 год ну не знаю почистить рельеф вроде вензелей высокий а тут не знаю чистка покажет нормально нормально ух а тут какая красота да да ну нафиг монетка вообще классный на сегодня тут самый лучший экземпляр между прочим вообще огонь бодрый дождик моросить заразы да надо пойти глотнуть наверно пацаны еще не пришли но когда они сейчас подойдут они просто будут в шоке да ребята будут шоке смотрите какая бомба вышла тогда смотрите пятак кольцевик ничего себе ребята я ее трогать не буду а то пацаны скажут что я подбросил ее вот в каком виде она есть еще в кармашке и укажу вот это да пятак кольцевик я вам чуть позже покажу помою его потому что я вижу сохран шикарнейший год посмотрим 48 деньга вот такая красивенькая пойдет пойдет рельеф высокий зачетный это у нас деньга и такого же характера как у меня было наверно как раз сорок восьмой души наверно сейчас посмотрим так 51 похода 51 год деньга но серега ребят сегодня в ударе еще одна вот монетка и как это маленькая лошадка о 1786 года или 66 86 екатерина классная вот такие вот на монет я люблю приятненькая класс 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 результат есть огороды дают свои плоды помимо всего здесь картошки кучи наставляли тыкал кругом так что неплохо идем дальше очередная круглая вот такой целя пока в него был земля сырая и очень хорошо все отчетливо сигналит но пока мы без серебра вот очередная монетка царица полей ну ничего пойдет медь медь всегда радует когда крупная огород большой ходить полно так что здесь задержимся ну что ребят хожу я возле сереги не выключаю практически камеру чтобы далеко не бегать снимать и вот сейчас онлайн ребята онлайн получится нет здесь вот в этом камушке да нет вот она красавица деньга педа боленчит как это она странно ребят а до деньга но к сожалению ушат она ну ладно все же монета классно продолжаем ну что ребята очередная круглая монетка вот на но такого безобразного внешнего вида это вообще сказать датировать ничего не могу сами видите какой у ней внешний вид окисел безобразный характерные между прочим окислов дома может быть здесь дом был потому что сопутка здесь очень очень много ну может быть деньга ладно пойдет что ребят позвал ручка показать что-то нашел ну вот она что-то да читает тонкая катя или лиза я тоже не знаю чё за лабуда-то короче лабуда какая-то иди снимай ручка те ты болен лабуда какая-то вообще ничего не проглядывается помоется дача помоем посмотрим если чё-то чуть непонятно для ничего не виду вообще идет в древненько а чё именно копейками да я и для кого ну да вензеля то ли лиза то ли катя все-таки какие-то проглядываются вензеля ну тоненькая монета можно было догадаться что катя или лиза зачетно чё ну ребята ходим около свеклы и вот выпала у меня красавица смотрим что это у нас ну да это у нас царица полей двушечка 1821 год вот такая чудесная красотка заберем хватит ей пылиться уже в земле пора на белый свет кто согласен палец к верху идем дальше ребята рустама 1 2 но на 3 я не удержался вот смотрите чего это у нас блин опять у него катя двушка ох коник ты хорош а вот другая часть затерта вот такой вот коник неплохой а другая сторона затерт ну пойдет потяну наложить рельеф поднятие будет хороший экземпляр зачетно ну что очередная вот она красавица ждет меня смотрим чё это ух орел смотрите какой странный деньга да да зачетно я подошел а здесь руль здесь не оставил ямка он еще одна ямка он смотрите вот она еще одна монетка и это у нас это у нас катя говорит да нет катя деньга зачетно хочу такое маниста батарейки мне не батареек точно ну ладно это же боль нормально классно идем дальше что ребята окучили вот этот участок где здесь кучка всякие и вот у меня выпал вот он в камушке смотрите правда обрубленная все с обоих сторон что это деньга покусано до безобразия блин деньга есть может пётр будет петра хочу интересно ну ладно чёте сбой ну ладно не каждый сигнал монет должна у тебя быть ладно идем дальше ребята одновременно находки шикарные начнем сначала ох крупная крупная катя чё это душка да по размеру похоже ну кого-то но вы того гражданина угадайте и он мне теперь поверил что я поднял и так и вот у него смотрите он говорил когда зашел сюда ни хренаси толстенный какая и он сказал что и так не может быть один и вот смотрите еще один пятак кольцевик а этот год сейчас скажу 1800 по моему 3 3 вот классный пятак ребята второй пятак кольцевик они очень дорогие на зачетная монета смотрите какой сохран бодрый красотка выход бомба ну что ребят еще один кругляшок но кругляшок ребята хочу сказать уже что то современное 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 насколько это николаевская царская монета мы привыкли сегодня тягать анна иоанновна елизавета екатерина павел и вот николай 1899 год вот такая красотка из за того что она круглая вот а в целом мы сегодня привыкли копать только большие старинные крупные монеты комрад серега фортанула ему поднял пятачок кольцевик ладно а русика говорит что отсюда не уедет прошлый раз мы тоже подняли серегой катина пятаки рустик остался без пятака и история сегодня повторяется ладно копаем дальше ну что ребята идем к машине обедать вот в этой ямке рустик поднял тетя было двушка цариц палец и вот еще одна на этот раз нет это у нас масончик они павел павел копейка павловская по размеру 1800 год ух какая красавица сейчас посмотрим а чё сэнка дорога что не значит посмотрим так внимание не а е.м. 1800 год павел 1 русик сегодня в ударе стука наковырял монет 222 пятака количество задавлю да да он количеством нас давит вот фишер 44 отработал сегодня на ура ладно ямки закапываем хоть и копаем вот на таких вот огородах ямки за собой закапываем ладно на обед обед тут монета тут монета у меня какой-то сигнал и вот здесь вот уже выкопанная монета что это душка николаевского образца ну для нас это сегодня как-то у одушку хорошая 1875 год да они дорогие дорогие и сохранчик в принципе неплохой зачетная душечка классно копаем что ребят время подходит к своему завершению и вот смотрите на радости смотрите nokta nokta импакт у меня сегодня и вот смотрите какой крест штурвальчик красивый классный вообще огонь медный так пока он из земли видите он немножко деформирован и пока он из земли его можно выпрямить вот видите поправили слегка но не перед рождаетесь ребята вот все видите ровно теперь вот такой красивый класс 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 и так ребята еще одна какая-то лабуда выскочила вот и я предполагаю что это серебро но не знаю очень тонко и здесь видите похоже на медальон какой-то был похож но это так для разнообразия вам показал что переехали на новый огород и он дает немножко плоды и так ребят в общем и буду заканчивать свой видеокоп именно вот в потемках пацаны вон делают селфи со своими находками находки порадовали действительно очень большое количество меди крупные монеты в общем говорит чё нужно посмотреть так что давайте я вам покажу вкратце что и сколько мы накопали так ну по находкам у нас сегодня получилась кучерява вот смотрите какое большое количество древних стареньких монет катя катя тут да все катя лиза есть павел вообще классные тут такие вещи все большие крупные монеты в основном преобладает деньга и екатерина вот павел зачетный фокуса вообще нету ешкин кот к сожалению уже темно полноценный обзор монет я не покажу вам но самое интересное что можно показать это конечно же два пятака вот он раз пятачок кольцевик третьего года еемовский второй пятачок тоже емский но 1807 год классный ну и вот такой вот напоследок штурвальчик вышел жалко не серебряный но все равно приятный как вы видели я его выгнул вот имейте ввиду пока из земли их выгибать можно но аккуратно так и здесь тоже в основном преобладает деньга и екатерина о даже пятачок есть советский 46 года сегодня советов вообще мало по манистам вообще я по манистам вообще смотрите 1 маниста 2 3 4 потом вот 5 какая-то и вот вот этот я не рассмотрел надо очистить наверное все таки я не знаю посеребрение что не знаю что за медальон что за рисунок надеюсь чем-то интересненькое ну как то вот так вот у нас сегодня получилось я считаю что неплохо с огородов собрали урожай и так ребята а сейчас немножко информации о наших пятаках александра первого кольцевик думаю будет полезная информация в чеканке монет из меди в том числе номиналом пять копеек в 1803 году принимали участие два монетных двора в екатеринбурге с обозначением е м чеканили монеты преимущественно для европейской части россии за год монетный двор успел изготовить довольно внушительный тираж 31 миллион восемьсот девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят штук из расходовав таким образом более полутора тысяч тонн меди в сузуне чеканили пятаки для азиатской россии с обозначением к м колыванская монета согласно ведомости монетного двора в 1803 году всех номиналов медной монеты было выпущено на сумму 180 тысяч рублей принимая во внимание тот факт что до настоящего времени других номиналов медных монет регулярной чеканки сузунского двора этого года не встречалась напрашивается вывод что здесь чеканили только пятаки следовательно и тираж этой монеты составил три миллиона шестьсот тысяч штук именным указом сенату от 1 октября 1801 года александр павлович признавая непоколебимость внутреннего достоинства монеты необходимую к сохранению общего доверия подтверждает установленную павлом в 1797 году монетную стопу монетные дворы получают распоряжение продолжать чеканку медных монет всех номиналов по 16 рублей из пуда меди но уже по новым утвержденным тем же указом рисунком монеты итак характеристики монеты пять копеек 1803 года материал монеты медь номинальная масса пятьдесят одна целая девятнадцать сотых грамма диаметр сорок два сорок пять миллиметров гурт шнуровидный как правило появление такой монеты в продаже обязательно вызывает интерес среди нумизматов и коллекционеров в 1803 году на рынках города киева продавались товары по таким ценам за одну копейку можно было купить килограмм гречки просто стоило в два раза дороже около двух а за килограмм пшеницы в среднем просили три с половиной копейки коровье масло продавали из расчета четырнадцать копеек за фунт свежий гречишный мед по пять рублей за пуд а за кружку парного молока нужно было заплатить около двух копеек свиное сало применялось не только для употребления в пищу но и в качестве освещения помещений поэтому спрос на этот продукт был довольно высоким а цена на него была даже выше чем на мясо так к примеру за килограмм свинины или баранины просили в среднем семь с половиной копеек телятины немного дороже около девяти а за килограмм сала нужно было заплатить около двадцати копеек из домашней птицы на рынке можно было купить курицу за 15 копеек утку за двадцать а за пару гусей нужно было заплатить в среднем шестьдесят копеек зарплата уездного лекаря второго разряда в тысяча восемьсот третьем году составляла 15 рублей в месяц надзирателя на таможне 25 рублей а губернский землемер получал жалование четыреста рублей в год как известно в тысяча восемьсот втором году были созданы восемь новых министерств российской империи каждому министру было определено годовое жалование которое составляло двенадцать тысяч рублей в год кроме того каждому полагалось по пять тысяч рублей в год на аренду недвижимости для себя и своей канцелярии до тех пор пока правительство не предоставит каждому отдельный дом рассматривая стоимость пяти копеек тысяча восемьсот третьего года мы не можем справедливо оценить то что эта монета могла быть в руках мореплавателя ивана федоровича крузенштерна или генерала петра ивановича багратиона опаснописец иван крылов или историк николай карамзин именно за эту монету могли покупать продукты на рынке исходя из этого следует помнить что ценность монеты в ее истории а а а а а а а а а Продолжение следует...